Здравствуйте! Хочу не только рассказать, но показать наконец-то, как я избавляюсь от запаха неприятного в холодильнике и как я его мою. Кто хочет, заходите ко мне, чувствуйте себя как дома, приступаем к работе. Первое, что я должна сделать, не забыть, это выключить холодильник из сети, обязательно, а затем приготовить растворы. Я мою, естественно, никаких химических средств я не применяю. Вот здесь у меня таз, вода, тёплая вода с крана. Здесь у меня болтушка. Как я делаю болтушку? Болтушку я делаю из соды, воды или шампунь, или жидкое мыло. Значит, делаю раствор из соды. Двухпроцентный раствор, содовый раствор двухпроцентный, это столовая ложка на литр воды. Вот даже не полная столовая ложка на литр воды будет, двухпроцентный раствор, там себе рассчитывайте, сколько это надо. И буквально одна капелька, если вот я беру такую бутылочку, на литр две капельки, три капельки шампуня или мыла. Вот такой раствор я готовлю. Этим раствором вначале как? Вначале я помою внешнюю сторону холодильника. Можно этим заканчивать, но я этим начинаю. А потом буду мыть внутреннюю сторону холодильника. Значит, вот этот раствор, эту болтушку я наношу, так, чтобы уже руки не пачкать, да, просто так вот получается. Здесь такая небольшая пеночка и наношу на весь холодильник. Нанесла эту болтушку, здесь чистая вода. Вначале я беру, делаю водичку уксусную. То есть, опять-таки, если холодильник, конечно, очень-очень грязный, то можно взять такую пропорцию, один к одному. То есть, допустим, стакан воды, стакан уксуса. Если не очень грязный, в принципе, просто я его хочу освежить, чтобы не было пыли, значит, один к трем. А я возьму вообще чуть-чуть, допустим, уксуса такая, уксусная будет водичка. Вот это у меня такая ветошь. Чистенькая, конечно, должна быть ветошь. Чистенькая водичка, чистенькие ручки. Вот я ее покупала, эту тряпочку, или скупала в водичке, воду отжала. И теперь буду вытирать от пыли. А если есть пятна на холодильнике, на ручках часто бывают, мы же рукой открываем, и не всегда, наверное, чистые руки. И вот здесь вот на ручках, на этих ручках, часто они не очень-то чистые. И тут я опять-таки, у меня есть губка, опускаю в эту водичку с уксусом, и беру обычное мыло. Многие пользуются хозяйственным мылом, можно хозяйственным. Я им очень редко пользуюсь, поэтому у меня обычно детское мыльцо. И вот, если не очень грязная эта ручка, так я мягкой частью начинаю вытирать. Я вам скажу, что вот эти пластмассовые ручки, они легко поддаются. Вот, чистки, именно мылом. Если, допустим, грязновато, да, можно взять вот этой внешней стороной, именно с мылом. И вот где я вижу, у меня пятнышко, никакого порошка я не применяю. У меня холодильник долго служит, и, как видите, нет никаких, ни царапин, ничего. И здесь, я смотрю, если есть какое-то пятнышко, пятнышко, я буду его снимать только при помощи губки, которую я увлажнила в уксусной водичке и добавила сверху немножко мыла. Поверьте мне, все легко-легко, вот эти пятнышко, бывает от жира пятнышко, оно все это снимается. Вот таким вот образом я чищу внешнюю сторону холодильника. Так, я проверила, ничего больше нет. Если у вас, конечно, эти пятна есть, то даже вы можете сверху немножечко добавить соды, если уж такое зловедное пятнышко никак не снимается. Но должно сняться. Вот, допустим, у меня абсолютно-абсолютно все снялось. Вот, а теперь я опять в этой уксусной водичке увлажняю тряпочку и все хорошенечко протираю. Вы так попробуйте, кто не пробовал, обойдетесь без химии, без порошка. Это все смывается довольно быстро и легко. Обязательно, естественно, сверху. Точно так же я встану на стульчик. А потом с сухой тряпочкой я еще пройду обязательно с сухой тряпочкой по поверхности холодильника. Итак, значит, внешнюю сторону я помыла, ручки я помыла. Вот, естественно, нужно не забыть о проводе холодильника. Теперь я приступаю к внутренней поверхности холодильника. Я буду все выгружать. Холодильник должен быть чистый, без продуктов. Итак, я приступаю к внутренней поверхности холодильника. Значит, не то, что желательно, а, наверное, даже в какой-то степени обязательно. Нужно вот эти все полочки. Они все эти полочки съемные. Их нужно снять и, конечно, мыть отдельно. И вынуть вот эти все тоже полочки отдельно мыть. Удобнее всего, на мой взгляд, вот эти все вещи, лотки, мыть в ванной комнате. И места больше, и воды легче там. Если такой возможности нет, то ничего страшного. Можно и так потихонечку все это вымыть. Значит, чем я обрабатываю внутреннюю поверхность холодильника, и чем я обрабатываю вот эти лоточки, эти полочки. Вначале можно просто помыть. Помыть можно обычно мыльной водички. Или мыло, или шампунь. Обычная водичка мыльная. И все это помыть. А потом я обязательно делаю 2-процентный раствор соды. То есть столовая ложка на литр горячей воды. Но вот сода растворилась, а потом она должна быть теплая, не горячая. Туда добавляю, я уже говорила, что я добавляю, шампунь или жидкое мыло. И первое действие, это я обрабатываю всю внутреннюю поверхность холодильника, вот эти дверцы, полочки, обрабатываю содовым раствором. Это не только для того, чтобы было чисто. Это еще для того, чтобы убить микробы, которые здесь накопились. Как мы все знаем, сода и от грибковых, и от грибка, и от плесени. А плесень тоже грибок. И от других там бактерий. Это средства хорошие, доступные и дешевые. И вот я обрабатываю всю-всю поверхность. Таким же образом вот эти лотки хорошо можно обработать. И оставить на минут 10-15. Можно даже холодильник прикрыть. Можно обработать внутреннюю поверхность холодильника 3-процентной перекисью водорода. На губку обработали. Или даже через такое приспособление. И обработали. И тоже таким же образом. Потом закрываем холодильничек. Вот так вот прикрываем. И на минут 15-20. Можно даже на 30 минут. Вреда не будет, а польза будет. То есть мы убьем все грибки, которые есть. Потом, почему я еще пользуюсь перекисью водорода для холодильника. Я вам скажу. Здесь в холодильнике, все знаете, есть такая маленькая дырочка. И такая пробочка для стока воды. И очень часто в холодильнике появляется плесень. Плесень, как вы знаете, это враг. Сильнейший враг для всех нас. И, конечно, это нежелательно. Так вот, для того, чтобы у меня этой плесени не было, вы проверьте, нет ли у вас там черного такого пятна. Я беру маленький шприц. Мне так удобнее просто. И заливаю вот в эту дырочку перекись водорода. Обрабатываю. Для того, чтобы не появилась плесень. Потому что очень и очень часто вот в этой дырочке для стока воды. Сейчас ближе, если вы можете, покажите. Вот эта пробочка. Ее тоже нужно обработать перекисью обязательно. Чтобы не появилась плесень. Вот для этого у меня перекись водорода обязательно. Итак, я обработала. 15 минут постоял холодильник. Вот эти все полочки нужно непременно вынуть. Опять-таки, можно и легче, конечно, их обрабатывать в ванной. Но можно, как я говорила, на кухне, правильно? Немножко неудобно. Но ничего. На что нужно обратить внимание? На что я обращаю внимание? На вот эти все луночки. Вот спереди здесь, сзади все вот это. Вот эти, видите, уголочки. Обращаю внимание. Во-первых, чтобы там, проверяю, нет ли плесени. Потому что будет плесень. Это будет вредно. И плюс это будет еще неприятный запах плесени тоже. Значит, я беру зубную щетку обычную, обычное мыло, какое хотите, лучше хозяйственное. Я беру детский кусочек мыла. И прохожу зубной щеточкой вот по всем вот этим луночкам. Если они грязные, то их и так видно, да? Но на всякий случай все равно нужно пройти. Значит, мы обработали. Вот я обработал вначале содовым раствором. А теперь прохожу. Вот это я вижу, вы не видите, да? Вот все вот эти луночки хорошо пройдет. Вон уже грязь я достала. Будто бы было чисто, не видела. Видите? Но он вылетает. Влетает. Точно так же с этой стороны. Неудобнее при помощи зубной щеточки вот эти все уголочки обойти обязательно. Так, это стекло, так, чтобы оно не разбилось. Или пластик. Вот. Отлично зубной щеточкой. Можно еще при помощи губки. Вот там уже так сверху, где вот этот ободочек, хорошенечко-хорошенечко пройти. Потому что здесь тоже иногда такие темные пятна, да? Когда это пройдусь, и буду уверена, что у меня все чистенько. Вот внутри, если у вас видите какое-то пятнышко, можно тоже губка с обычным мылом. Вот я пройдусь по всей поверхности. И затем, что я делаю? На дверцы смотрю, чтобы тут тоже все это снимала, посмотрела. Затем беру здесь на таз с водой. Уксусной водой. Я уже сказала, когда делала уксус. Вот влажная-влажная тряпочка. И теперь, главное не разбить, да? Хорошенечко притираю всю поверхность внутреннюю. Хорошенечко тоже притираю. Так это вытираю. Вытираю. И смотрю, чтобы не осталось нигде грязи. Значит, перекись я обработала. Профилактику сделала. От этого холодильник не портится и пресень у меня не заведется. После влажной тряпочки можно несколько раз протереть хорошенечко уксусной водички. Я беру сухую чистую тряпочку и начисто все вытираю. Все, все, абсолютно. Дайте это вытирать. Теперь о лотках. Допустим, если лоток очень-очень грязный, то от грязи легче всего смыть грязь. Это взять немножечко нашатырного спирта. Вода. Добавляете капельку шампуня. Или берете мыло. Я без порошка. Я порошком никогда не работаю. И добавляю буквально где-то на литр такую неполную столовую ложку нашатырного спирта. Даже это будет много, даже чайная ложка достаточно. И лотки очищаются чудесно от грязи. Это от грязи, если уже ужасно, очень грязные лотки. А так, в принципе, нашатырный спирт больше применять для холодильника не надо. Чистой водой смыла. Ну, холодильник на этом, по-моему, я закончила чистить, убирать. Теперь все это должно быть сухое обязательно. Когда я холодильник насухо вытру, да, я его оставлю минут на 10-15. Для чего? Во-первых, он лучше еще проветрится и должен быть сухой. А потом включаю. Или вначале его загружаю продуктами, если у меня их есть, да. А если нет, то не буду загружать, но я загружу, да, и вы тоже. И все. И вся работа закончена. Ну, не знаю, понравилось вам в моей линии, понравилось. Вот так я немножко подругилась. Холодильник есть уже домой и без вас. Это вам я показала, как я это делаю, какую последовательность. Всего вам доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok